Добрый день, уважаемые учащиеся восьмых классов! Мы с вами продолжаем дистанционное занятие онлайн по физической культуре. Раздел у нас остается прежний волейбол. И тема нашего сегодняшнего урока это передача в парах через сетку. В дальнейшем вы наглядным образом можете с этим техническим волейбольным приемом ознакомиться ниже следующих слайдах. Итак, напоминаю о целесообразности включения в ваши домашние занятия общеразвивающих упражнений, состоящих из 8-12 упражнений. То есть все следует поэтапно, каждое упражнение выполняется сверху вниз, начиная с наклонов для вращения головы и заканчивая нижними конечностями, то есть ногами. Выпады, многоскоки, либо перекаты. Задача нашего нынешнего урока это изучить разминку с волейбольным мячом в паре, усовершенствовать технику передачи мяча сверху двумя руками в паре через сетку и повторить технику нижней прямой подачи. Верхняя передача является собой технический прием, с помощью которого мяч направляет выше верхнего края сетки для выполнения нападающего удара. Существует два способа выполнения передачи, то есть двумя руками сверху и одной рукой сверху и несколько разновидностей. Конкретно мы остановимся на передачах двумя руками сверху, так как он наиболее распространенный и наиболее чаще применяемый элемент. Самое главное в передачах это конечно же правило. То есть перед выполнением передачи обучающиеся принимают стойку готовности. Одна нога впереди, другой, опора на впереди стоящую ногу, так называемая разножка. В исходном положении нога согнута в коленях. Угол должен быть не меньше 90 градусов. Руки согнуты в локтях и подняты. Кисти вынесены перед лицом так, чтобы большие пальцы находились примерно на уровне бровей. Это будет являться непременным условием правильного технического выполнения данного элемента. При приближении мяча встречные движения начинают ноги. Их разгибают в коленях. Несколько позже в движении включаются руки. А разгибаясь в локтевых суставах, они задают общее направление полета мяча при передаче. Конкретно на каждом слайде есть изображение, то есть рисунок данного элемента, а также его описание. Большая просьба, углубленный в думчево, прочитайте и просмотрите данный материал. Говоря об этих технических приемах, нельзя не упомянуть соответственные ошибки, возникаемые при передачах. На этом слайде вы можете увидеть, какие ошибки возникают. На следующем слайде, именуемом основной частью, вы можете увидеть, как наглядно выполняется передача мяча сверху двумя руками, а также описание. Чтобы было вам наиболее приемлемо и доходчиво, я, конечно, прокомментирую. То есть из стойки волейболиста подбросить мяч вверх на 40-50 сантиметров, затем мягким ударом пальца выполнить верхнюю передачу над собой. Первые два раза сделать по одной передаче, если все получится хорошо, выполнить по 10-12 передач. Мы с вами помним, я уже говорил об этом, то есть многократным количеством повторений данных действий, либо имитационных действий. Это упражнение, то есть это технический элемент вами должен быть освоен в полной мере. При выполнении передач нужно успеть занять устойчивое сводное положение, а затем, разгибая ноги и руки отрывистым касанием кончиков пальцев в рук, мячу придается нужное направление. Не забывайте, что полностью идет согласованная работа и рук, и ног, и всех остальных частей, извинив тело. Соответственно, для того, чтобы освоить передачи мяча в парах, мы должны разделиться, стать лицом к сетке на разной половине волейбольной площадки и выполнить уже, как мы с вами видели и обговаривали, небольшой подброс на высоту до полуметра. И фалангами пальцев, напряженными, соответственно, выполнить движение по направлению к своему партнеру, стоящему за сеткой на другой половине волейбольной площадки. Для этого нужно будет принять правильное исходное положение устойчивое и, соответственно, одновременно синхронно, разгибая ноги в коленных суставах и разгибая руки в локтевых, коснуться фалангами мяча и переправить его в направлении своего партнера. Не забывайте, что в волейболе по правилам соревнований полностью идет отбивание мяча только пальцами при верхнем приеме и верхней передаче и двумя руками снизу при нижнем приеме и нижней передаче. Недопустимо ловли мяча. Если же будет нарушено данное правило, то, соответственно, после подачи мяча штрафное очко будет присуждено команде, нарушившей данное правило. Для того, чтобы конкретно разобрать какие-то определенные технические условия и приемы, касающиеся нарушения техники во время занятий, либо в игре, учитель может останавливать игру непосредственно и разбирать эти нарушения, как в командном случае, так и индивидуально у каждого игрока. Итак, в конце нашего занятия я оставляю вам ссылочку, которую нужно будет вбить в браузерный поисковик, для того, чтобы вы в наглядном виде усвоили наш данный урок. Еще раз напоминаю о том, что дома вы должны выполнять общеразвивающие упражнения, а также упражнения специальной физической подготовки, то есть отжимания, сгибания туловища, так называемый пресс и подтягивания. После того, как вы просмотрите данный видео урок, нужно будет закрепить все имитационными действиями. То есть имитационные действия должны выполняться в пределах 20 или 30 повторов. На этом я заканчиваю наш видео урок. До новых встреч!